Всем здравствуйте! Сегодня в нашей рубрике «Читаем дома» хочу рассказать о книге Владимира Смирнова «Охотники за браконьерами». Это автор наш земляк, автор Кольского полуострова. Книгу он написал еще в 90-е годы, но издать не успел. Рукопись хранилась в семейном архиве. Книга была истинна к 80-летию автора в 2017 году. В эту книгу вошли три повести «Охотники за браконьерами. Провода уходят в небо и пятеро в целом мире». Первая «Охотники за браконьерами» рассказывает о двух подростках, двух ребятах, которые отдыхают на Белом море, проводят школьные каникулы. Ребята увлечены историей Кольского полуострова, любят нашу северную природу, гордятся людьми, которые здесь живут и работают. И случайно они оказываются свидетелями тайной ловли семги браконьерами. Вторая повесть «Провода уходят в небо» рассказывает о работе бригады связистов, которые приехали в отдаленное северное село. Один из работников когда-то здесь родился, на Кольском полуострове, но в детстве был вынужден покинуть эти места. Он видит, как изменились люди, как изменилось его село, как его бывшие односельчане пытаются сделать село более красивым и уютным и помогают им в этом. Третья повесть «Пятеро в целом мире» рассказывает о тяжелом и нелегком труде геологов. Автор показывает не только романтическую сторону этой профессии, но и быт тех людей, которые выбрали данную профессию. Эти люди должны быть очень выносливыми, находить выход из различных ситуаций, уметь работать и просто жить в коллективе, а также уметь оказать первую помощь. Все повести написаны простым языком, где-то с юмором и с иронией. Картинка, рисунок которого видите на обложке, он выполнен 14-летним Андреем Филипповым из Кандалакши. Иллюстрации в самой книге выполнены нашими чугурской художницей Маргаритой Соловьевой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...